Решил более подробно остановиться на конструкции, замечаниях и на все прочем. Значит, какие проведены были ресурсные испытания? У меня головка работала 140 ходов в минуту в течение где-то 7 часов, практически непрерывно. Делал хитрые детали, к сожалению, я вам показать их не могу. В общем, отработала она на ура. Значит, за это время я посчитал, шатун прошел в районе трех километров хода. Я считаю, что довольно успешно. Значит, какие особенности конструкции? Значит, по защитам. По защитам ничего, собственно, нет. Тут только родные заглушки в рельсе. Вылет от инструмента довольно большой, поэтому я считаю, что сильно здесь заморачиваться не стоит. Опять же, работайте, смотрите. Это не совок там, где не свое, не жалко. Потом система смазки. Родные вот эти вот ниппели надо переделать. Они мне не нравятся. Через них нормально не могу смазку продавить, поэтому, в общем-то, на пшиковках есть. Частично где-то что-то смазалось. Ну, отработала без проблем. В дальнейшем я планирую в это место поставить прыгающий блок, чтобы резец отводился, потому что, вот я когда долбил стальную деталь, там, где у меня выхода практически не было, было очень сложно подать резец в верхней точке, в верхнем смене. Потом, у меня вот здесь вот есть с этой стороны и с обратной стороны тоже два отверстия. Под штифты надо рассверлить, по месту сделать. Но я пока это не делал. В общем-то, работает и достаточно. Не заметил я пока люфтов, поэтому не стал заморачиваться. На винтах все держится. Потом еще вот эти вот места, которые вот эти вот, они должны быть параллельны между собой. Вот эти поверхности тоже должны быть параллельны, иначе вы эту конструкцию не сильно соберете. У меня из-за своих тискочков пришлось немножко дошабривать, но, в общем-то, было это очень не сильно много, не сильно долго. Значит, еще какое замечание. Вот здесь вот я изначально делал пластиковое, железное кольцо. Сейчас поменял на пластиковое, ну, тогда я даже и остальным не пользовался. Винтик этот проточил немножко, потому что очень сильно это все в габариты там помещалось. Сделал в шатуне центральное отверстие для того, чтобы снимать. Очень туго по шлицам заходило, и, в общем-то, проблематично, я думаю, будет снять. Поэтому я сделал отверстие и нарезал там резьбу М8. То есть в среднем положении у нас здесь вот отверстие-то попадает на него. Можно спокойно выкрутить, выдавить эту всю конструкцию как есть. Ну, а так, в общем-то, все нормально, все работает. Повторяйте, кому надо. Довольно недешево здесь все это получается. По расходам спрашивали. В районе 4-5 тысяч гривен получилось по расходам. Я не помню, когда-то я рельсы покупал за 100 с лишним долларов. Потом железо я там точил. анодировать. Кусок дюраля тоже этот, как бы, денег стоит. Ну, вот, до 200 долларов могут быть расходы. Ну, это вы сами, как бы, знаете, сколько у вас там это все покупное, по сути дела. То, что покупное, его надо купить. Вот. И остальная эта работа дня 4-5, наверное, не вылазно, в принципе, получилось. В зависимости, опять же, очень долго я там фрезеровал, растачивал. Станок не совсем подходящий под эти задачи. был бы станок покрупнее, а черновой можно было бы сделать быстрее. Вот. Ну, вот, вот такие вот, я не знаю, обзор, не обзор, но, в общем, замечания по конструкции. Ну, в целом, я доволен. В общем-то, резцами атакуют стальную стружечку. Вот. Ну, а результаты замеров жесткости, ну, смотрите прямо сейчас. Ставьте лайки, комментарии, подписывайтесь на канал. Увидите еще много чего интересного. Пока. 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 Субтитры сделал DimaTorzok 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 Вот эта высота я фрезеровал очень точно. До сотки там получилась разбежность. Поэтому важно выставить в другом направлении. Значит, положил я на плиту. И от этой плиты вот так вот обкатывался по рельсе. В общем-то, четыре винта. Длина небольшая, рельсовая самонаправляющая жесткая и прямолинейная. Поэтому выставить оно довольно быстро. Собиралась как конструктор, можно сказать. Вот, кстати, результат моего фрезерования. Сотка. Тоже сотка. Субтитры сделал DimaTorzok ну можно сказать первое боевые испытания резец непонятно какой шириной чуть больше 6 миллиметров 61 дюралька 140 ходов двойных в минуту подача ручная по ощущениям где-то уровня 5 соток можно неудобно ловить и положение резца и подача на литр и и и и Продолжение следует... Продолжение следует... Шероховатость... Без смазки... Вручную подавал... Для первого раза я считаю неплохо... Опять же, играться с резцом возможно надо... Сейчас будем пробовать сталь... Теперь то же самое, но со сталью... Резец тот же... Оборот я немножко убрал, потому что деталь высокая... Чтобы я успевал сверху, в мёртвой точке, менять перемещение... Слышите шелест стружки? Задача вышла и не знаю сколько... В районе двух-трех соток... Нахлаждение... В общем так можно до самого конца... Вы ему посмотрите, как оно будет... Выглядеть... Но результатом я уже доволен... Я не ожидал, честно говоря, что оно будет сталь... Такой шириной обрабатывать... В общем-то, вот... Видно вам... Пазик... Я считаю, с нормальной шероховатостью... 6 мм... То есть, у кого были вопросы по поводу жесткости... Там... Данного узла... Я считаю, что боевые испытания прошли... Единственное, что с бейзменом... Я всё-таки ещё подёргаю... Поставлю индикатор... Индикатор на головку... Бейзмен возьму и подёргаю... Посмотрим... Какие там будут цифры... Но работать можно... Значит, стендик вот такой вот... Примитивный... Опустил я головку вниз... Упёр индикатором в рельсу... Сейчас поставлю... Обналить, чтобы этот... Вот... Кантер... И погнали... 20 кг... Что-то в районе одной сотки... В другую сторону... Давайте в другую сторону надавлю... Полторы... Вот... То есть, теоретически... Вот... Вот... Соточка, которая свободного хода... Но опять же... Это я не выставлял здесь... Планка... Вот... Вот... В эту сторону... Что-то около пяти соток... Вот... 20 кг... Пять соток... Но это неудивительно... Рельсы я ставил... СССРовские... Которые... Ну... Это у них маркировка СССР... Которые для воспринятия нагрузки... Больше в одну сторону... Поэтому у них в эту сторону жесткости выше... В общем-то туда у нас... Нагрузка при долблении... Это поперечная подача... Разве что подавать... В прямом направлении... Очень даже... Серьезный результат... Как мне кажется... Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова